Фил Спенсер, вы обнаглели! Call of Duty дорожает, Game Pass дорожает, у вас совесть есть вообще? Нет, есть совесть, иначе я бы повысил стоимость Call of Duty в 10 раз. Какого хрена? Ну а вы знаете, сколько стоит рекламная компания Call of Duty? Дорогое удовольствие! Обычные ролики, что там такого? Я сам охренел, когда узнал, сколько стоит привлечение к рекламной компании Black Ops 6 Дональда Трампа, бывшего президента США. Но Дональд Трамп еще, возможно, и будущий президент США. Ну, вы же не любите спойлеры? Нет. Ну вот, давайте дождемся начала рекламной компании скоро на всех телеканалах всего мира. Держите ухо в остро! Сделаем Call of Duty великой снова! Приветствуем вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И, как вы знаете, 13 июля в городке Батлер, что в Пенсильвании, что в США, произошло покушение на Дональда нашего Трампа. Ну, не совсем нашего, но нашего. Агента Дональда, естественно, произошло покушение. Злобные американские спецслужбы попытались устранить агента Дональда. Но у них ничего не получилось. Ну, какие они ж злобные. Это все теория заговора Миши. Это теория, которую сейчас разгоняют по всему интернету. На самом деле, они просто недосмотрели. Они смотрели в другую сторону, естественно, пока там юноша 20 лет поднимался на крышу с винтовкой. Пока он там прицеливался, пока он там стрелял, а потом такие, ой, господи, что происходит? Надо срочно закрыть Трампа своим телом. Ну, естественно, устранить стрелявшего. Стрелявший это некий Мэтью Томас Крукс, который еще умудрился записать сообщение. Я ненавижу Дональда Трампа. Ради бога, Дональда Трампа многие недолюбливают. Но, тем не менее, после этого покушения Дональд Трамп стал героем Америки. После легендарного фото с поднятым кулаком фото сделал Эван Буччи. Это известный фотограф, профессионал. И это, наверное, не только лучшее его фото, но также лучшее фото в истории Америки. Где еще вы увидите такой символизм. Президент, бывший и, возможно, будущий президент Америки с поднятым кулаком, с сокровавленным ухом и щекой. И все это на фоне развивающегося флага. В окружении агентов спецслужб, которые, кажется, чем-то недовольны, он все еще дышит. Блин, придется его все-таки спасать. Какой кошмар. Кстати, когда Майкл Бэй увидел эффектно развивающийся флаг на фоне агента Дональда, он сказал, офигеть, у меня учатся, молодцы, ребята. Но если бы это покушение ставил Майкл Бэй, то стрелок стрелял бы не из какой-то там винтовки, а из пушки. И ни одной. Ужас. Там бы накрыло. И никто бы не умирал, что интересно. Ну, это Майкл Бэй. Это Майкл Бэй. Известный режиссер Трансформеров. Но к чему это мы ведем? Мы же не политические обозреватели. Мы не разгоняем теории заговора. Нам, в общем-то, это лениво. Нам интересны в первую очередь игры. И тут я увидел, что в теме в тренды внезапно взлетела игра под названием «Мистер Президент с восклицательным знаком», где телохранитель спасает президента Трампа. Ну, точнее, очень похожего, да, на президента Трампа. Его в игре зовут Рональд Рамп, он выглядит как Трамп, у него на голове парик, и его приходится снова и снова спасать от пули. Я подумал, ничего себе подсуетились. Буквально тут за один день сделали целую игру. Оказалось, нет. Оказалось, что эта игра вышла 10 октября 2016 года, и она была очень популярна даже у топовых стримеров. Купленов ее прошел от начала до конца. Игра корявая, игра неумелая, но по какой-то причине очень веселая, как раз подходит под стримы. Потому что на твоих глазах снова и снова снайпер добивается цели, а телохранитель постоянно не добегает. Ну, разработчику не было денег, чтобы позвать Кевина Костнера на роль телохранителя, поэтому телохранитель и не справляется. Ну, и Кевин Костнер вряд ли бы пошел, все-таки там спасать надо какого-то Рональда Рампа, а не Витни Хьюстон. Понимать надо. А сейчас давайте поговорим о том, что для создания приложения или сайта нужно собрать команду профессионалов, грамотно настроить рабочие процессы и внимательно все контролировать. Эти задачи ложатся на плечи менеджеров, которые не позволяют коллективу превратиться в лебедя, рака и щуку. Менеджеры проектов собирают команду разработчиков, предлагают смелые идеи, а также планируют и контролируют разработку продукта. Такие люди необходимы во многих сферах, включая IT. Не зря на ха-ха.ру открыто более 63 тысяч вакансий для продакт и проджект-менеджеров. Причем 60% таких вакансий размещают крупные компании, включая Т-банк, Альфа-банк и деловые линии. Поэтому средняя зарплата таких специалистов от 120 до 180 тысяч. Да, все верно, реклама на этом канале. Освоить важные и нужные профессии менеджеров проектов и продуктов можно с нуля в любом возрасте. Для этого мы рекомендуем Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, который совместно с онлайн-школой Skill Factory разработал онлайн-магистратуру управления проектами и продуктами. Политех входит в топ-10 вузов страны и ведущих мировых рейтингов, поэтому за качество образования можно не переживать. Обучение очное, но занятия проходят онлайн, а все лекции доступны в записи. При этом сохраняются студенческие льготы, включая отсрочку от армии. По окончании обучения вы получите диплом гособразца от СББПУ. Что важно, действует господдержка. При ней первый год обучения стоит 270 рублей в месяц. Чтобы поступить, от вас нужен лишь любой диплом высшего образования. Вас научат выводить новый IT-продукт на рынок, запускать новые бизнес-процессы, а также разрабатывать и тестировать прототипы продуктов. Обучаться будете у преподавателей из политеха и ведущих специалистов в сфере менеджмента. Они всегда готовы помочь вам и ответят на все вопросы. В процессе обучения акцент сделан на решении реальных задач от партнеров. Все потому, что компании сегодня при поиске новых сотрудников предпочитают тех, кто имеет реальный опыт. Подавайте заявку сейчас и получите подготовительный курс бесплатно, чтобы лучше подготовиться к вступительным испытаниям и к старту обучения. Количество мест ограничено. Переходите по ссылке в описании или по этому QR-коду и приступайте к освоению востребованной профессии. Интерес к этой ЕГЭ на самом деле очень легко объяснить. Дело в том, что тогда прогрессивная общественность активно ненавидела Дональда Трампа. Она его и сейчас ненавидит. И тогда у прогрессивной общественности было модно ненавидеть Дональда Трампа. И сейчас. И вот разработчик какой-то решил постебаться на всей этой тематике. И выпустил такую тролль-игру. Это именно что тролль-игра. В ней нет какой-то глубокой механики. В ней нет каких-то интересных игровых решений. Ничего. Она от начала до конца едет на вот такой вот забавной, забавной, как в 2016 году казалось забавной теме с ненавистью к Дональду Трампу. В принципе, вот этот вот продукт, он по уровню своей ценности болтается где-то в районе русов против ящеров. В одном случае игроизация такой странной дури. Ну и в другом случае игроизация забавной шизотиоли. Но тогда эта игра была любима среди тех, кто, ну, недолюбливает Дональда Трампа, поскольку эта игра как раз-таки позволяет вовсю над ним поиздеваться. Ты снова и снова не добегаешь. Ты снова и снова спотыкаешься. Телохранитель очень похож на реального представителя секретной службы, как мы видели из этих роликов. Он тоже не добегает. Он тоже спотыкается. Он тоже прибегает в последний момент, когда все пули уже выпущены. И, естественно, люди смотрели на это. Люди радовались, потому что ха-ха, Трамп опять отлетел в кусты, борщ по всей округе и парик валяется. Эт, блин, веселуха. Много разных уровней. Приходилось его постоянно спасать в разных условиях. Секретный агент постоянно спотыкается, падает, ты его проклинаешь. Но потом смотришь на события 2024 года и понимаешь, что они примерно так работают, извините. Тем более, что среди агентов секретной службы внезапно оказались женщины, которые себя особенно хорошо показали в этой ситуации. Ну, они наглядно показали эту разницу в оплате. Такие маленькие нахмуренные хоббиты, которые постоянно достанут пушку, засунут пушку. Засунут пушку? Ну, это весь мир сейчас над ними, естественно, стебется. Ну, и ты понимаешь, что да, разработчик очень многое тогда предсказал. Но тогда он создавал игру, когда конкретно можно было над Трампом издеваться. Вот у нас есть ринг, на котором стоит Трамп. И в бонусных уровнях нужно не спасать Трампа, а наоборот, наброситься как-нибудь на него и выбросить с арены. Но здесь не разработчик предугадал ситуацию. Здесь ситуация повернулась таким образом, что эта игра сегодня воспринимается немного по-другому. Изменилась политическая обстановка в США. Ситуация в предвыборной гонке, как это сказать, специфическая. Но здесь интересно описание разработчика к своему продукту. Описание игры. Написано это в 2016 году. Ну, либеральные СМИ сфальсифицировали выборы и запятнали его имидж. Теперь они пытаются покончить с ним. Ага. Разработчик уже тогда что-то знал? Разработчик набросил. Разработчик уже тогда видел, во что может вылиться ненависть в адрес Трампа, которая разгоняется конкретно в либеральных СМИ. Которые как раз таки, кто угроза Америки? А Дональд Трамп угроза. А кто угроза демократии? А Дональд Трамп угроза демократии. А он это, личный агент. Вы знаете кого. А когда вы постоянно окучиваете людей с нестабильной психикой, снова и снова ездите им по ушам, рассказываете, кто тут угроза демократии, кто тут главный дьявол, обязательно найдется герой, который каким-то чудом сумеет пронести винтовку на такое важное мероприятие, забраться на крышу под прицелом представителей секретной службы и сделать несколько выстрелов. Естественно, все это просто случайные совпадения. Естественно, это все просто недосмотр. Кого недосмотр, черт его знает, там еще будет вестись разбирательство. В любом случае смотрелось это весело. Просто если раньше игра «Мистер Президент» это прикол, прикол над Трампом, да, это игра, где можно было, да, покекать, и посмотрите, бах, и парик такой, все, то сейчас, когда я играл, я что-то игру пошел, я увидел ее в трендах, я увидел Трампа, я увидел чернокожего агента вот этой секретной службы, я думаю, надо поиграть. Я пошел, 6 долларов стоит, ладно, ну, в Беларуси, по крайней мере, я пошел, я купил, и как я начал спасать Дональда нашего Трампа, я уже чувствовал прям гордость за него, потому что теперь это не неудобный кандидат, теперь это «Герой Америки». Make America great again. У Байдена есть такая фотка? Нет такой фотки? У Байдена много других фоток, где он косплеит то охотника за привидениями, то этого, как этого роботика звали из Бордерлендса, Клабтрап, который боится ступенек, хватает. Байден такой косплеев, что, ого-го, он там этого, заводную куклу может косплеить, не отходя от кассы. Здесь, кстати, еще такой забавный момент, связанный с превратностью капитализма. Дело в том, что создатель этой игры, предположим, небольшой фанат агента Дональда, а сейчас он активно получает деньги от поклонников агента Дональда, которые активно его спасают. Там в комментариях люди пишут, предсказал будущее, очень точная история. Игра уже не рофл, игра стала реалистичным симулятором. Секретная служба никогда не могла. Конечно. Кстати, знаешь, что говорит секретная служба, когда видит игру мистер президент? Не вижу ничего смешного. Ступеньки. Ну, это же не ступеньки в конце концов. И здесь, да, кстати, разработчик мистер президент, можно сказать, без двух минут, Кодима. Кодима предсказала пандемию и всю эту ситуацию, когда люди сидят по домам, а храбрые курьеры развозят им полезные вещи в своем проекте The Stranding. А вот этот разработчик предсказал то, что произошло с агентом Дональдом. И здесь, почему, собственно, эта игра взлетела, почему она привлекла внимание людей, не только потому, что она все время грамотно эксплуатировала идею ненависти к Дональду Трампу, а потому что людям, ну, по приколу пережить вот этот момент, да, в таком корявом исполнении, но это вот-вот-вот как бы да-да-да-да-да, вот это было буквально перед тобой, ну, вот это было на телеэкранах, там ты это наблюдал, то, что происходит в реальной жизни, а сейчас вот ты это вот имитируешь, и это, ну, такие вот странно интересные ощущения. Это не первый, собственно, случай, когда события в реальной жизни стали причиной популярности игры. Не так давно группка очень богатых, но не очень умных, судя по всему, людей с помощью геймпада Logitech... Не пользуйтесь геймпадами Logitech, друзья, зачем? Решила спуститься к Титанику на батискафе Титан. Ну, вероятно, геймпад Logitech их подвёл, Да там и батискаф подвёл, потому что он был сделан из говна и палок. В общем, там всё подвело, и в итоге группа... Геймпад-то тут при чём? Чё ты прицепился к геймпаду? Потому что единственный нормальный геймпад это Xbox, лучше Xbox или 2. 8-бит-дум. Хотя, знаешь, у меня это были проблемы с бамперами, там дабл-клик был. Не знаю, давно забыл про геймпады Microsoft, вот потому что там постоянно вылетают эти пружинки. В общем, что-то там произошло, что-то сломалось, в итоге вся эта экспедиция из богатых людей осталась рядом с Титаником... Схлопнулась, в буквальном смысле. Да, в буквальном смысле схлопнулась. Люди в задоре пролетарской ненависти начали клепать мемы разной степени весёлости, их, в общем-то, право, и взлетела внезапная игра под названием Iron Lung. Это хоррор, где мы оказываемся в экстремальной ситуации на глубине. То есть люди решили, что вот, ну, было бы прикольно как-то вот такое ощутить, тем более вот тебе показывают это по телевизору, на ютубе, в интернете, и ты можешь это, ну, в какой-то степени пережить. Это такие вот интересные ощущения, и за счёт этого такой проект взлетел. Дэвид Шиманский, автор игры Iron Lung, про батискаф на глубине, и там с ним происходит всякое разное, и ты чувствуешь, что ты вот зажат в этом пространстве, ты чувствуешь, что ты ничего буквально иногда не можешь сделать, один неверный шаг, и тебе хана. Что-то не успел сделать, электроника выходит из строя, и добро пожаловать, конец игры, начиная с начала. Дэвид Шиманский написал следующий автор игры. Я определённо вижу чёрный юмор в этой истории, но я сделал Iron Lung максимально кошмарной, и ужасно осознавать, что в похожей ситуации оказались реальные люди. Разработчики игр очень часто погружают нас в интересные ситуации, которые они, наверное, сами хотели бы пережить, или ситуации, которые окажутся наиболее кошмарными, или смешными, или весёлыми. Ну, что-нибудь такое представляют, и выпускают в итоге на рынок. А потом внезапно оказывается, что всё это как-то даже соотносится с реальностью. Не в первый раз, кстати, игры предсказывают будущее. В игре Deus Ex, которая вышла в 2000 году, было предсказано, что вот эти вот башни-близнецы, торговый центр снесут в итоге террористы. 2001 год, опа, башен-близнецов нет. И всё такие, разработчики, а чё это у вас? Вы что-то знали? С Алькайной какие-то связи имели? Усама Бин Ладен вам что-то нашептал? А, не-не-не, мы не смогли их добавить, потому что технические ограничения, поэтому просто написали такую историю. Ладно, хорошо. В игре Metal Gear Rising Revengeance, кстати, присутствует сенатор Армстрон, который тоже очень хотел сделать Америку великой снова. У меня есть мечта. Да, и Райден ему не даёт это сделать. Тоже представитель, очевидно, либеральной тусовочки. Он похож, он такой прилизан, весёленький, модный, прогрессивный. Мальчик, девочка, не понять, потому что всё уже поотрезали и заменили киберимплантами. Трансмагрификацию прошёл персонажик. Практически совершил переход от человека к киберниндзе. Вот, кстати, посмотри, какая интересная история. С одной стороны, как бы аллюзия на Трампа, а с другой стороны, аллюзия на представителя либерального движения, который не даёт этому Трампу сделать то, что надо было сделать. Ему там, кстати, пёсик помогает. Да, пёсик. Все совпадения случайны. Да, и к чему мы это всё ведём? А дело в том, что иногда разработчикам игр очень сильно везёт. Понятно, что есть люди, которым очень нравятся симуляторы, потому что они очень хотят оказаться в таких вот условиях. Кому-то очень нравятся танчики, кому-то самолётики, кому-то машинки, кому-то очень нравится выживать в непростых экстремальных условиях, пожалуйста, есть соответствующие игры. Но иногда бывает, что разработчик делает игру, которая посвящается какому-то странноватому событию, и предполагается, что это событие никогда в жизни не произойдёт. А потом бах! И весь мир начинает говорить конкретно об этом. Какие-то мультимиллионеры погрузились в батискаф, и при помощи геймпада Logitech погрузились на дно, чтобы посмотреть на Титаник, бум! И многие люди в тот момент воскликнули, о боже мой, очень хочется поиграть в игру про батискаф. Пожалуйста, есть такое. А после покушения на Дональда Трампа, оказалось, что уже 7 лет существует такая игра, которая раньше воспринималась как такой хейтерский прикол, хе-хе, Дональд Трамп, а сейчас мы спасаем героя Америки снова и снова. Мы буквально спасаем Америку. Вот. Естественно, этому разработчику снова повезло. Опять повезло. На релизе за эту игру зацепили стримеры, потому что, блин, прикольно, классно. А сейчас, посмотрите, люди идут и покупают. Эта игра оказалась в трендах Стима снова. Понятно, что она корявая. Понятно, что она ужасная. Она ужасно реализована. Она тормозит на 40-90. Нет, не в самой игре, а в комнате хаби, где вид от первого лица, и ты ходишь, выбираешь какую-то там миссию. Почему-то... Главное, что она позволяет тебе на несколько минут оказаться в этой же ситуации. И да, она не достойна того, чтобы ее проходить от начала до конца. И да, она не настолько хороша, чтобы прямо уделить ей кучу времени. Но она достойна того, чтобы ее просто запустить, просто поржать, и забыть о ней навсегда. Дай бог, никто и никогда больше не будет покушаться на президентов Америки. Благо, они ничего не решают. Как сказал бы... Гипстейт, блин. Гипстейт. Как сказал бы в этой ситуации Джон Кеннеди. Вот бы я был на месте Дональда. Надо было вовремя просто отвернуться. Почесать ухо. Такой, чё, чё? Да, тогда бы, может быть, и история пошла в другом направлении. И на этом мы, пожалуй, закончим, дорогие друзья. Напрягает только то, что разработчики игр, которые, как вы знаете, иногда умеют предсказывать будущее, в последнее время всё чаще и чаще пытаются нас погрузить в условия после апокалипсиса. В условиях, когда приходится выживать. В условиях, когда вам приходится что-то там добывать, что-то там создавать. Строить домик, охотиться друг на друга, сражаться за ресурсы. Напрягает подобная ситуация. Что-то они знают, к чему-то они нас готовят. Ещё Fallout вот этот вот. Да, вообще. Да. Ну, подождём. Подождём. И теперь уж точно, дорогие друзья, всё. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Премега супер, огромнейшую благодарность мы высказываем нашим спонсорам. А спонсором можно стать... А спонсоры-то великие люди. Спонсором можно стать через Boosty, спонсору, YouTube и VK. Спонсорам мы говорим только спасибо. И дальше продолжаем работать. Вот. Да. Кстати, подписывайтесь на нас в VK-видео, а то мало ли что с этим YouTube-ом произойдёт. Там... О, какие слухи сейчас ходят. Там уже после того, как шамана забанили на YouTube, всё. Там башню снесло просто всем. Какую? Какую? Одну из башни Кремля. Там уже в Google звонят. Такие, алё, вы что попутали, блин? Да, там в голове... А Газманов за что? А Google говорит, ну гачи миксыш оставили. Видел, как пошутила это из Катаку Алиса Мерканте? А-а-а. Которая не так давно вызывала всех на бой. Выходите. Мир это разнообразие. Если вы не готовы с этим смириться, то выходите на драку, блин, физик ли. Физик ли. Ты скажешь, Своими острыми кулачками и, естественно, острым язычком я вас одубашу. Одубаш. Ну вот. Тут постреляли в Трампа. Она такая... Это был этот, штурмовик. Звёздных войн. И он не использовал ВАЦ. И у него не была прокачана стрельба. Какая жалость. Какая жалость. Да. Вот так вот они и борются с критикой. Понимаешь? Понимаю. Забивают её. Никакой дискуссии. Просто взять, устроить, а потом сидят и плачут. Я смотрел некоторые потом ролики, когда они... Почему он промахнул? Какой-нибудь такой зеленоволосый с одной стороны, с другой стороны фиолетоволосовое такое вот существо, естественно, со всеми вот этими пирсингами по всему телу. Всё. Да, да. Прогнился. Мы всё умрём. Да. Это таймлайн проклик. Ну, что поделать? Кстати, да. Что поделать? Трамп жив. Агент Дональд... И будет нас веселить, я надеюсь, и дальше. Агент Дональд, пусть не восстанавливается. Прекрасный коктейль. Кстати, слегка модернизировали с прошлого выпуска, если что. Теперь это просто грейпфрут, просто кофе, просто лёд. Ну, бамбл, то есть, классический. Да, потому что... Как это называется? Шепс. Ледяновка. Шепс. Тоник, да. Тоник с бурбалками оказался лишним, он создаёт такую пшшш... пенку. Она вкусная пенка, но пенки слишком много. Лучше льда больше набросать, чтобы коктейль был прям ледяной. Завидуете? У вас, небось, тоже жара, да? А здесь у меня кубики тают, причём тают стремительно. Там китайцы уже какую-то анимешку, кстати, нарисовали по мотивам покушения. Уже успели? Да. Мимосов уже полно. Так, а то её давно уже сняли. Называется... Матрица? Нет, не Матрица. А что? Криминальное чтиво. Ага. Пу-пу-пу-пу. Когда пацаны смотрят, оглядываются, что произошло, как можно было выпустить шесть пулей, чтобы все прошли мимо. И чтобы мимо. Но после этого, кстати, как его звали? Там, Винсент один, как звали второй? Джулс. Джулс, да. Джулс. Он поверил в Бога. Да, да, да. А Трамп всегда верил в Бога. И самое главное, что Бог всегда верил в Трампа. Так что не расслабляйтесь там. Всем покажет. Да. Ну ладно, начинаем. Раз, два, три. Поехали.